Продолжается утро на Болткоме, всем здравствуйте, всем хорошего дня, доброго утра, Олег Пек и Александр Шунин. Доброе утро, доброе, но, тем не менее, без каких-то проблем не обходится, и только что мы общались с генералом, замначальником Государственной пожарно-спасательной службы Интерсом Зиденсом, говорили о самоотверженной работе огнеборцев и о том, насколько на самом деле не очень-то у них с материально-техническим обеспечением, и вот только мы с ним попрощались, как появилась информация о том, что сегодня на рассвете в Риге снова был пожар повышен. Освенны опасности, горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки жилой, но, слава богу, судя по всему, там обошлось без жертв, хотя пятеро были эвакуированы. Ну и в продолжение, скажем так, смежная тема, как и было обещано, с нами на связи Михаил Лохрямкин, управляющий гостиницей, и мы хотим поговорить вообще о ситуации в отрасли, на примере вчерашней трагедии в хостеле на улице Меркеля 8. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Вас не слышно, к сожалению. Только что был и звук, и видео. Что опять произошло? Осталось только видео. Звука нет. Ну, будем надеяться, что Михаил нас слышит по радио и включит микрофон. Или мы можем дозвониться, например, до него по телефону. Номер телефона же у нас есть? Да, есть, и мы попытаемся, может быть, звук через телефонную линию изображения. Ну да, потому что, поверьте нам, мы проверили связь, и только что было все хорошо, ничего, всегда есть запасной вариант, а мы справимся с этой проблемой, потому что, на самом деле, очень хочется узнать у представителя отрасли, как подобные вещи регулируются. Наверняка гостиницу, которую Михаил управляет, тоже приходят периодически различные службы, те же самые пожарные, с проверками пожаробезопасности, прочей безопасности. Ну, как-то должно регулироваться все-таки безопасность людей, где концентрация этих людей повышена, особенно когда гости находятся в беззащитном состоянии ночью во время сна, и вот этот вчерашний пожар, он был на рассвете. Давайте нам дают сигнал о том, что сигнал-то и появился. Давайте проверим. Михаил? Да. Ну, отлично. Вот сейчас мы сможем. Тогда мы будем говорить с вами по телефону, а смотреть картинку по зуму. Итак, Михаил, отталкиваясь от вчерашней ситуации, от пожара в нелегальном хостеле, хотелось бы узнать, ну, вот ваш взгляд изнутри, инсайдерская такая информация, как, в принципе, осуществляются подобные проверки? Ну, какие проверки есть у гостиницы, у маленьких гостиниц? Часто ли приходится проверка? Часто ли и насколько распространены все-таки вот эти нелегальные ночлежки? Ну, вы знаете, не могу точно сказать, насколько они распространены. Затруднююсь. Так как та среда, в которой работаю я, все-таки это больше легальный сектор, там достаточно жесткое регулирование, требования к пожарной сигнализации. Расскажите, да, об этих жестких требованиях. Обязательно, ну, для объектов, подобных моему, обязательно наличие пожарной сигнализации, пожарных датчиков. Эта сигнализация, это ли сигнал приводит, должен встать на пульт пожарной охраны, это наличие огнетушителей, это инструктаж персонала. Ну, вот, собственно, в двух словах. Часто ли приходят с проверками? Насколько я знаю, они приходят регулярно, там есть какой-то период, или раз в год, или раз в два года, когда они нас посещают. Ну, могу немножко ошибаться. А могут ли, например, мы говорим все время это про гостиницы, которые находятся, ну, в таком белом, условно говоря, секторе, а вот серый и там черный сектор, то есть какие-то такие полулегальные хостелы, которые пытаются, я понимаю, сэкономить на всем, и в том числе на мерах противопожарной безопасности. Вот здесь, почему, во-первых, это существует, насколько это создает конкуренцию честным предпринимателям из сферы гостеприимства? Ну, наверное, можно было бы разделить сегодняшний сектор размещения туристов и других гостей на квартиры, обычные жилые квартиры, то, что дается на Airbnb. Там каждый, к сожалению, каждый волен выбирать, что ему ставить в плане пожарной безопасности и ставить ли вообще что-то. Все, что имеет вывеску на двери и называется отелем или хостелом, как-то официально рекламируется, оно так или иначе рано или поздно попадает в поле зрения, даже если они действуют не совсем легально, а не рано или поздно попадает в поле зрения наших правоохранительных органов и инспекции пожарной. То есть, ну, там это скорее вопрос времени, когда, то есть, если у них что-то не в порядке, когда это выявится. Насколько искренне, насколько жесткие эти проверки, как часто штрафуют и насколько велики штрафы? Затруднююсь сказать, так как сами мы на штрафы не попадали. Мы изначально, когда открывали гостиницу, мы приглашали независимых компаний, которая нас консультировала, помогала нам привести нашу безопасность к принятым нормам и нормативам. Ну, поэтому не могу сказать, ну, насколько их штрафуют, да, то есть, у нас приходили правные инспектора несколько раз, и там никаких, никаких нареканий к нам не было. Ну, вот, а насколько ситуация сейчас вот в отрасли способствует такой вот ситуации, потому что мы понимаем, что поток туристов сократился, или, во всяком случае, не настолько сопоставим вот с тем, что было раньше, и, может быть, какие-то гостиницы, ну, там, или хостелы пытаются действительно свести к минимуму свои расходы? Ну, тут вопрос, работают ли эти хостелы в данный момент, насколько я знаю, очень многие просто закрыты, да, и там, ну, скорее всего, меры по безопасности урезаны, но и людей там нету. Те, которые работают, ну, наверное, могут остановить. Я не готов сейчас спекулировать на эту тему, потому что, ну, мы не знаем, что произошло в данном конкретном случае, то есть, там, есть какие-то компетентные, есть компетентные органы, которые с этим разбираются. И, наверное, их заключение было бы, ну, куда более объективно, чем мое. Возможно, кто-то экономит. Понимаете, тут же проблема еще в другом. Проблема в том, что превратить подобные трагедии может только, ну, понимание личной ответственности каждого человека, который там находится. И если человек, ну, в данном случае жилец, решил в обычной комнате, которая приспособлена для жилья, приготовить еду или там, разжечь уголь для кальяна, то никакие меры безопасности у нас не спасут трагедии. Потому что будет просто заклеен пожарный патчик, если такого имеется, и человек там сделает вот все, что он захочет. То есть, это вопрос внутренней культуры и какого-то инструктажа, наверное, там, ну, хотя бы минимального инструктажа при заселении, да. Что вот у нас есть такие-то предусловленные, такие-то меры безопасности. То-то и то-то можно делать, то вот это и это нельзя. Если хотите покурить, выходите, пожалуйста, во двор, какое-то отведенное для этого место. То есть, тут, ну, вопрос в том числе и к тем, кто пользуется этими услугами. Получается, что в зоне риска оказываются как раз такие вот хостелы, которые рассчитаны на менее обеспеченных, ну, туристов, вообще путешественников, которые, может быть, и обладают... Ну, потому что сложно представить себе в пятизвездочном отеле, чтобы кто-то протащил с собой плитку или там пытался разжечь костер посередине номера. Ну, наверное, вы правы, да. Наверное, заведения, которые, ну, кредитируют более, так скажем, эконом-класс, да, наверное, они более подвержены каким-то таким рискам. Михаил, появилась информация о том, что, возможно, курьеры служб доставки сейчас в основном живут в подобных дешевых хостелах. Насколько эта информация соответствует действительности по вашим данным? Затруднюсь, опять же, сказать по хостелам. У нас было пару жильцов, которые работали в службе доставки, но это были какие-то единичные случаи. Как правило, это были, скажем, студенты иностранные, которые учились, пока была такая возможность, в вузах, и потом просто в какой-то момент начали работать в доставке. Ну, по крайней мере, это наша история, наверное, у кого-то, у кого-то, может быть, как-то другому. Просто дико интересно, кто сейчас, когда поток туристов, в общем-то, вышел почти в ноль, живет, да еще настолько плотно в хостелах, подобном сгоревшему вчера, ну, так, чтобы и 26 эвакуированных, и 8 трупов, и все это из одной квартиры, ну, потому что он был сделан из квартиры, я так понял, по описанию, где-то там, в том числе на портале MixNews об этом сообщается. Кто еще может жить? Тот, кто здесь живет и работает, то есть в Латвии, конкретно в Риге, живет достаточно компактно, то есть, видимо, своей компанией, или там с коллегами условными, поэтому такие выводы и напрашиваются, ну, и, соответственно, дальше, насколько это зона риска и так далее и тому подобное. Ну, я бы не стал выделять работников службы доставки в какую-то отдельную группу. Я бы, скорее, это обобщил, ну, я бы, скорее, назвал это группу студентов иностранных, которые по какой-то причине, даже в виду отсутствия в данный момент образовательных программ, ну, или приведения этих программ на удаленное обучение, по какой-то причине не уехали домой. Хотя большинство на самом деле уехали, но кто-то остался, и они вынуждены экономить. Они выезжают, они, как правило, из-за того, что у них на родине тоже непростая ситуация с подлиннее, ну, и люди принимают решение, что нет, наверное, лучше останемся здесь. И в условиях вынужденной экономии, да, наверное, они могли бы развиваться вот в такие группы и жить где-то очень компактно, плотно. А что сейчас, вот, по вашим наблюдениям происходит в туристической вот сфере, ну, я имею в виду, вот, как раз сферу, скорее, ну, гостеприимства? Насколько, ну, вот, мы видим, все-таки сталкиваемся, я слышу периодически иностранную речь на улице, то есть я понимаю, что все-таки какие-то туристы приезжают, какой-то обмен движений между странами происходит? Ну, опять же, это движение, оно минимальное на сегодняшний день. Посмотрим, что будет в этом, так как традиционно у нас туристический сезон, сейчас мы с вами посвящены месяца. Ну, да, сегодняшний день сфера туризма, она высосанная, клиентов практически нету в крупных городах, там есть приток каких-то командировочных клиентов, назовем это так, тех, кто приезжает на несколько дней в большие города по работе. Эта категория существует. Существует категория какого-то внутреннего туризма, скажем, там, на выходные семьи куда-то выехать, ну, это все жители Латвии, которые перемещаются здесь по городам. Ну, и, наверное, все. То есть индустрия сейчас, она очень скуднела и переживает очень тяжелый временаж. Есть ли какие-то, не знаю, предпосылки за счет чего-то удержаться на плаву? Ну, тот же самый внутренний туризм, мы несколько раз поднимали в нашем эфире эту тему, не знаю, там, жители условной глубинки, каким-то образом привлекать их больше к столице. Хотя, честно говоря, сейчас ни культурных мероприятий, ничего не происходит. Ну, да, чем привлечешь? Он сам ответил такое впечатление. Но, тем не менее, Михаил, какие мысли на эту тему? Ну, для внутреннего туризма, для того, чтобы насытить, вот сколько-то насытить рынок туризма Риги, внутреннего туризма Латвии не хватит, наверное, никогда. Потому что у нас около половины населения страны проживает в Риге и окрестностях. И, соответственно, это люди, которые не будут пользоваться этими туристическими услугами. Они будут, скорее всего, жить дома. Если мы говорим о жителях отдаленных городов, ну, там, скорее всего, будет стоять вопрос, что в условиях пандемии для людей может быть, да, внутренние путешествия, это просто дорого. И второе, то, что этих людей просто мало. Ну, у нас очень маленькая страна, к сожалению. Да, и, к сожалению, практически добраться до каких-то достопримечательностей даже по Латвии можно совершенно спокойно в течение суток туда и обратно, в принципе, тут осталось. То есть не оставаясь на ночь? Не оставаясь на ночь. Ну, то есть приехали, там, ну, часа полтора, если это два часа занимает поездка, то, в принципе, это оставаться не имеет смысла. А вот чемпионат мира по хоккею, к сожалению, вот все-таки, я понимаю, что он пройдет без зрителей, но если бы случилось чудо, это могло бы, наверное, спасти ситуацию. Я понимаю, что многие, может быть, именно вот отельеры, те, кто содержит гостиницы, надеялись очень сильно на этот фактор. Ну, это был бы, безусловно, глоток свежего воздуха для гостиничного бизнеса. Опять же, насколько он впадает, трудно сказать, потому что это достаточно короткий промежуток. Но, безусловно, он бы дал вздохнуть как-то полезно. Может быть, как-то лучше подготовиться к летнему сезону, приобрести какие-то новые решения, потому что, ну, любые решения требуют денег. То есть, как бы это парадоксально ни было, для того, чтобы придумать, как предоставлять услугу в условиях нехватки денег, для этого тоже нужны деньги. Понятно. – Хорошо. Большое спасибо, Михаил, что уделили нам время. Мы беседовали с Михаилом Охрямкиным, управляющим гостиницей. Отправной точкой беседы, конечно, была же, была трагедия вчера в хостеле, нелегальном на улице Меркеля. Мы поговорили о том, ну, от рассуждения человека изнутри сферы, о том, что могло привести к этой трагедии. Краткий экскурс в различные проверки, которым подвергаются владельцы бизнеса и управляющие бизнеса и так далее. Краткий пересказ каждой нашей беседы чуть позже появляется на портале MixNews.lv. – А сейчас? Да. – Да, ну, проанонсируем следующего гостя. – Да, проанонсируем, конечно, обязательно. – Тогда анонсируем следующего гостя. Через паузу мы будем беседовать с Натальей Бушуровой, консультирующей астропсихологом, преподавателем и руководителем. В общем, всё, что связано с небесами, с планетами. – С небесной канцелярией. – С небесной канцелярией. Подсоединимся к ней с помощью Натальи. Вопрос очень простой. Что май грядущий нам готовят, учитывая, что конец апреля, конечно же, выдался очень сложным. В общем, все эти суперлуния, которые, безусловно, влияют, веришь ты в это или не веришь, всё равно, что происходит на небе, отражается на твоём внутреннем и внешнем мире. – Мы говорим Михаилу. Спасибо большое. – Спасибо, Михаил. – Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Делаем небольшую паузу. – Радио Болткома.